Итак, добрый день! Сегодня мы с вами будем работать с базовой визуализацией, поучимся о работе с камерой, где ее выставлять, как ее настраивать и так далее, и тому подобное. Научимся настраивать основные экспозиции нашего изображения и, в общем, все, как вы любите. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Лучше это сделать прямо сейчас, а то потом забудете. Итак, для начала, визуализацию проекта можно осуществлять на любой стадии готовности, в зависимости от того, что вы хотите получить по результату. Саму визуализацию я на данный момент буду показывать, как она делается в программном комплексе. Плюсы и минусы расскажу, и дальше уже будет зависеть от вас. Если нужно рассмотреть визуализаторы, какие-то необходимые вам, можете написать в комментариях. Во всяком случае, я пользуюсь четырьмя основными, если вам это интересно, напишите. Запишу в последующих видео. Что мы сделаем первоначально? Первоначально постановка камеры осуществляется с любого из планов. Если вам необходимо осуществить визуализацию прилегающей территории, вы будете располагаться на плане площадка. Если необходимо осуществить визуализацию какого-то помещения, выставляется камера с помещения соответствующего плана. Но либо можно планом площадка в дальнейшем скрывать ненужные и неиспользуемые элементы, как вам будет удобно. Сама камера, где располагается во вкладке вид, раскрою древо трехмерного вида. У нас здесь есть обычный трехмерный вид, камера и обход. Если вы заинтересовались обходом, запишите, напишите комментарий, я по этому поводу сделаю отдельное видео. Так вот, камера. Нажимаю на данную функцию и у меня теперь за курсором бегает отображение камеры, благодаря которой мы с вами можем ее выставить. А также под лентой появилось обозначение, во-первых, какое будет изображение выводиться при помощи данной камеры, перспективе или нет. Также у нас есть возможность смещения относительно уровня, последующий уже уровень. По умолчанию, Revit делает смещение высотой 1750 мм. Это базовая и в более поздних версиях точно так же. Что мы сделаем дальше? На данный момент на плане площадки я нажму один раз левой клавишей мыши, привязал базовую точку. 1750 мм это высота, по сути дела, с которой мы будем смотреть на наш объект. Поставил базовую точку, появляются три луча, это углы обзора нашей камеры. Они у нас регулируются. Второе нажатие левой клавиши мыши переносит нас автоматически в новый трехмерный вид, который создается в диспетчере проектов. И его можно наблюдать. В трехмерном виде новом я включу сразу же высокий уровень детализации и реалистичный вид, чтобы можно было увидеть, что мы в итоге с вами будем видеть с данного отображения камеры. У многих подписчиков возникают вопросы о том, что в 22-й версии Revit у них в трехмерном виде, в реалистичном стиле, не отображаются какие-то элементы. Отвечая на данный вопрос, всем централизованно, для тех, кто посмотрит. В 21-й, в 22-й, я уже работаю в 22-й версии Revit. Так вот, в 22-й версии, да и в 21-й тоже, еще более улучшено качество предоставления элементов и материалов в реалистичном виде отображения. Будьте внимательны. Если у вас слабая видеокарта, в 22-й версии могут какие-то элементы перестать отображаться, хотя в 21-й они у вас были активны. У меня тоже бывают такие же глюки, особенно когда много различных элементов в самом программном комплексе. Поэтому, что поделать, нужно обновлять видеокарту. Такие дела. Так вот, как мы будем работать с данным видом? Да, у нас здесь также работает функция Shift, зажатием клавиши Shift и колесико мышки. Мы также можем отдаляться от нашего объекта, если это необходимо. Зажатие левой и правой клавиши мыши мы можем ориентироваться вокруг орбиты, по сути дела, места расположения нашей камеры. Как вам будет удобно. Вот. Но, все-таки, как можно быстро ориентировать положение в пространстве уже с поставленной камерой? При помощи суперштурвала. По умолчанию суперштурвал располагается в панели навигации. И активация данной панели идет по умолчанию во всех версиях программного продукта, начиная с 14-й версии, если мне не изменяет память. Так вот, если по какой-либо причине вы переходили на трехмерный вид и его закрыли, располагается панель навигации во вкладке вид интерфейс пользователя, и у нас есть галочка панели навигации. Панели навигации. Что мы сделаем теперь? Теперь в панели навигации отображение суперштурвала выглядит как немножко видоизмененный тот же самый круг. Нажму на нее. Суперштурвал уже дальше. Его настройка и работа в нем осуществляется самым примитивнейшим образом. Зажимая левую клавишу мыши. Зажимая левую клавишу мыши по функции орбиты, я могу вращать объект. Зажимая левую клавишу мыши по зуммированию, я смогу отдалиться и приблизиться к своему объекте. Кстати, вот это скрытие белой областью, какой-то неизвестной, это дальность проецирования нашего трехмерного вида. Конкретно в панели свойств она обозначается как смещение дальнего секущего предела диапазона. Можно увеличить его, если вам это необходимо, но не забывайте основной момент. Чем больше вы делаете дальность проецирования, в зависимости от объема и площади вашей все основной застройки, могут появляться дополнительные элементы, которые в дальнейшем повлияют на нагрузку вашего компьютера для визуализации. И с этим могут возникнуть в дальнейшем проблемы. Что я сделаю сейчас? Помимо орбиты, зуммирования, у нас есть возможность перемещения центра, вокруг которого будет осуществляться вращение нашего объекта. Опять же, настройка и все дополнительные параметры находятся у нас при помощи зажатием левой клавиши мыши. Если вас не устраивает граница проецирования, вы можете нажать на нее и раздвинуть границы для проецирования вашего основного элемента. Вернусь в суперштурвал. Удобная функция – перемотка. Причем перемотка – это не откат действия в программном продукте. Предположим, вам понравилось вот такое отображение, вот под таким углом. Но вы хотите заглянуть на план второго этажа. Точнее, скрыть план второго этажа, отобразить план первого. Я закрою на время суперштурвал. Выделю все стены моего плана второго этажа. Воспользуюсь временным скрытием изоляции, скрою их. Скрою шапки зонтов вентканалов. Кстати, для тех, кому интересно, данный домик пошагово вместе с обучением Revit мы уже выполняли с моими слушателями. И ссылка на него появится сверху, если кому интересно. Целый плейлист, все пошагово. Так вот, перекрытие тоже скрою. Но как вернуться к тому изображению, той проекции, которая мне понравилась? Активирую суперштурвал. При помощи функции перемотка с зажатием по изображению я могу вернуться к тому углу проецирования, который я задействовал ранее. То есть он не откатывает какие-то выполненные действия в проекте, он откатывает углы проекции. При этом не восстанавливая какие-то изменяемые настройки ваши в проекте. Восстановлю исходный вид. Как производится визуализация, самая базовая в программном продукте? Так вот, во вкладке вид, все той же самой, у меня располагается панель представлений. И здесь есть возможность трех основных выборов. Визуализация, визуализация облаки и галереи визуализации. То, что касается визуализации в облаке и галереи визуализации, она относится к облачной визуализации. Вроде бы как прописные с ним тут рассказывают по названию, и так понятно. Визуализация облаки осуществляется на головном сервере Autodesk, куда вы, согласно тем проекциям, которые сейчас сделаете, они будут в диспетчере проекта отображаться трехмерными видами, их можно переименовывать. Можно целую пачку отправить, если вы имеете студенческую лицензию, либо полную лицензию. Чтобы обладать студенческой лицензией, нужно быть студентом какого-то из вузов, партнеров, в которых преподаются дисциплины Autodesk. Ну, связанные с Autodesk. Так вот. Что остается уже обычным пользователем? Триальной версии, предположим. Обычная визуализация. Это выглядит, как... Команда выглядит как чайничек. Она также располагается на трехмерном виде. Чайничек с лампочкой. Окно визуализации. Нажатием левой клавиши мыши, либо в одной плоскости, либо во второй, активирует одно и то же окно. Открытие окна визуализации, при помощи которой она осуществляется. Сразу же хочу сказать. В данном случае при помощи камеры настраиваются изображения, но они всегда остаются в перспективе. Если вам необходимо отвизуализировать те же самые фасады, стандартные базовые, чтобы они не искажались, потому что я сейчас даже видовым кубом поверну объект, чтобы смотреть на него спереди, сверху, слева, то в итоге у меня все равно изображение исказится. И как бы я сейчас не переносил центр, у меня получается проекция в перспективе. Так вот, чтобы получить трехмерный вид стандартного нашего фасада, мне необходимо воспользоваться стандартным трехмерным видом с кавычками. И здесь уже видовой куб. Обратите внимание, я смотрю на свой объект под тем углом, который мне необходим, под прямым, без какого-либо искажения. И могу произвести визуализацию данного фасада. Но я сейчас не буду пользоваться такой простой функцией. Для начала мы с вами доделаем визуализацию, которая у нас была. Вот эту визуализацию. Только я подрежу. Она у меня немножко исказилась. Габаритное значение. Итак, я предполагаю, что хочу произвести визуализацию. Дайте я выключу это отображение толстых линий. Предполагаю, я хочу выполнить визуализацию моего домика. Открываю окно визуализации. Какие настройки у нас здесь есть? У меня есть настройки визуализации области. Если я выделю конкретную область, я теперь ее могу редактировать. Появляется красный квадрат, либо прямоугольник. И визуализация будет производиться только той области, с которой вы работаете. Это вы должны учитывать. Галочку обычно отжимают, чтобы у нас отвизуализировалась вся проекция. Также, что у нас есть возможность выбора, ну помимо нажатия самой визуализации, настройки качества. Настройки качества визуализации зависят в данном случае, это же не облачная визуализация, от мощности вашего компьютера. И в большинстве случаев от мощности вашей видеокарты. Конкретно на что это зависит? На скорость той же самой визуализации. Мы сейчас на примере произведем визуализацию в наилучшем качестве. И я покажу, сколько затратится на это времени у стандартного пользователя. Раньше, до появления различных визуализаторов и облачной визуализации, когда только Revit появлялся на рынке, все визуализации производились в самом программном комплексе. Так вот, я поставлю значение наилучшей визуализации. Обращаю ваше внимание на то, чем ближе ваше изображение на экране, тем вы можете увидеть больше либо меньше пикселей на дюйм. Обращаю внимание. Таким образом вы можете на широкоформатный телевизор все это вывести окошко и произвести визуализацию в нем. Но что стоит не забывать. Качество от этого будет тоже не самое лучшее. Чтобы получить наилучшее качество изображения визуализации, мы ставим не экран, а принтер, причем с большим количеством точек на дюйм. Чем больше точек на дюйм вы будете использовать, тем больше у вас получится то же самое изображение. В данном случае я могу увидеть то, что 93 килобайта 75 точек на дюйм и 600 точек на дюйм уже получается изображение в 6 мегабайт. Вроде бы не так много. Но мы сейчас увидим внутри нашего помещения, сколько по заявленным параметрам будет весить визуализация. И вы немножко ужаснетесь. Так вот, что меня интересует дальше? Освещение. У нас сейчас нету никаких внутри осветительных приборов. И дайте я вообще на самом деле выровняю отображение проекции, потому что мне на самом деле немножко не нравится, как выглядит наш домик. Перенесу центр вращения. И при помощи панорамирования его сориентирую, чтобы видеть его целиком. И подрежу. Так вот, вернусь в окно визуализации. Я уже могу видеть то, что изображение уменьшилось у меня в масштабе, потому что я подрезал все, что не нужно. Чем меньше у вас картинка с будущей визуализации, тем меньше она будет занимать объем. Так вот, схема освещения. Можно настроить параметры. Снаружи только естественное освещение, либо снаружи и внутри естественное и искусственное освещение. В любом случае, если присутствуют электрические приборы, можно их активировать. Вопрос по освещению. Если кому-то необходимо сделать освещение, в том же самом ревите, напишите в комментариях. Набираю идеи до последующих видео. Так вот, что мы можем сделать? Мы можем выбрать освещение только внутри. Снаружи у нас не будет ничего. Либо выбрать освещение снаружи только, либо совмещенный комбинированный метод. В чем прикол данных настройок? Мы можем настроить с вами показатели солнца. Предположим, я выберу снаружи только солнце. И перейду в настройки освещенности. Могу настроить, как у меня будет выглядеть солнце, куда будут падать его лучи. И намек такой. Можно сделать, чтобы была вечерняя визуализация с освещением из внутренней части нашего объекта. Чтобы получилась эффектная визуализация. Но опять же, здесь она будет выполняться. Небольшой спойлер. Что я сделаю дальше? Стиль неба. Выбираете либо картинку, либо цвет. Задний фон, если выбирается прозрачный, он будет серый. Не советую использовать никому, особенно с фасадами. Иначе вы получите серый фон. Лучше всего ставить цвет. И цвет выбирать белый. Если очень хочется, чтобы фасады получились на белом фоне. Либо можно поставить изображение какое-то. Либо отображение. У вас будет яркое солнце. И небо будет видно. И солнышко будет светить. Как вы захотите. Регулировать экспозицию я сейчас не буду. Потому что у меня нет еще визуализации, которые я могу увидеть. Да, при настройках активации принтера, именно как бы вы не приближались, не отдалялись от своего изображения, у вас количество пикселей на дюйм не изменится уже. А теперь на данный момент я запущу визуализацию. Просто нажатием один раз. Напоминаю, что это наилучшая визуализация, но еще не самая эффектная. У вас, возможно, немножко повисит программный продукт и начнет обрабатывать ту же самую картинку спустя некоторое количество времени. Не стоит истерически нажимать, особенно если завис процесс, дайте ему возможность подумать. Программа отвиснет. Я этот момент на данный момент ускорю и уберу только галочку закрыть окно по завершении визуализации, чтобы показать вам итоговое время. Засекаем у нас прошла минута. Ну, у меня достаточно уже старенький компьютер. Минута прошла. Мы с вами отвизуализировали только 3%. И это фасад. И еще не самая эффектная визуализация. У нас карты выдавливания материалов не заданы. Если кому-то интересно, что это, я могу рассказать в роликах. Главное, сообщите мне об этом. Перемотаю по завершению и покажу вам итоговое время, затраченное на визуализацию одной картинки. Не при самых лучших качествах. И еще. Посмотрим. И поиграем с регулировкой экспозиции. Будет интересно. Итак, по истечению 22 минут и чашки кофе у нас получилась первая визуализация. Сразу же говорю, если у вас много различных элементов, прилегающие территории застройки, различных семейств и прочее, это время будет намного дольше. Но опять же, зависит от мощности вашего компьютера. Те предупреждения, которые появляются. Отсутствует какой-то визуальный образ. Чаще всего это связано с семействами, которые вы находите в интернете, и к ним не задано отображение материала, графическое изображение. Когда в итоге человек, который разрабатывал семейство, не подгрузил какое-то изображение. Конкретно найти его на данный момент будет проблематично, если только оно выстрелит у вас на визуализации, и вы его не найдете. Это тоже вы должны рассчитывать. На данный момент я закрою окно визуализации, что я могу сделать дальше. Я могу сохранить данное изображение в проекте. Оно будет называться как отдельным видом, и появится в данном случае в визуализации у меня. У вас это отдельное окно визуализации в древе проекта, диспетчере проекта. Также можно экспортировать изображение. В файле jpeg, пускай она у меня будет храниться. Дайте выберу. В файле jpeg, открою его. Открыв данное изображение, мы можем увидеть количество точек на дюйм. В общем, все-таки они присутствуют. Изображение еще не идеальное. Качество можно еще улучшать. Все зависит от мощности вашего компьютера и вашего желания. Закрою это изображение. Также регулировка экспозиции. Полезнейшая штука. При помощи нее мы с вами можем настроить отображение нашей визуализации, настроить блики изображения, настроить все необходимые тени, насыщенность цветов и применить данные настройки. И при желании отвизуализировать их еще раз. Либо восстановить настройки по умолчанию. Где я могу увидеть настройки той же самой экспозиции? После того, как вы произведете настройку цвета, настройку фона, можно было изначально, чтобы... Дайте я проведу изменения, чтобы вы увидели черновую визуализацию. Она намного быстрее получится. И качество у нее будет тоже соответствующее. А то так регулировка экспозиции у меня не выявляет каких-либо недочетов. Черновую визуализацию. Регулирую экспозицию ее. Пускай у меня будет насыщеннее тот же самый цвет. Визуализация. Домик поменялся. И можно так подобрать. Все-таки я немножко его испортил. Насыщенность тех же самых цветов. Не нужно ставить такую большую. Давайте поставим, чтобы оно темнее было. Блики были поярче. Сама экспозиция была поярче. И оттенки белого посветлее. Произведу визуализацию. Вы собственноручно можете подобрать тот вид визуализации, те настройки экспозиции, которые вам нужны. Ну и в итоге получить идеальное изображение, которое вы захотите. Также при помощи данного визуализации, это изображение я уже использовать пока не буду, можно произвести визуализацию и внутренних всех пространств. Также камера ставится, можно с трехмерного вида, можно с двухмерного вида. Простановка камеры осуществляется аналогичным же образом. Ставится на необходимое помещение, привязывается, и уже дальше можно смотреть, что у нас внутри нашего объекта. Дайте я все-таки перенесу в другую область камеру, пускай она у меня в ванне будет располагаться. И в ванне я могу рассмотреть все элементы. Сейчас я раздвину окно визуализации, посмотрю, что камера у меня не сдвинулась, она у меня сдвинулась в стенку. И отредактирую ее вид. А здесь при помощи суперштурвала я сориентирую его таким образом, чтобы видеть все основные элементы будущей моей ванной комнаты. Высокий реалистичный вид. И произвести визуализацию внутренней части. Но опять же, по умолчанию, если вы не добавляли освещения, у вас получится черная картинка. С этим могут возникнуть проблемы. Не стесняйтесь задавать вопросы по видео. В общем, надеюсь, получилось достаточно информативное по базовым настройкам визуализации. Настроили, отрегулировали экспозицию, провели визуализацию. Да, затратили время. Отдельно будет видео урок чуть позднее. По визуализаторам, которые могут намного быстрее ускорить тот же самый процесс. По Lumin, Twinmotion, Enscape, Corona Render. Для кого-то эти слова еще не понятны, но я постараюсь вас просветить. Спасибо, что поддерживаете канал. Спонсоров на самом деле осталось очень мало. Вас мало, но вы в тельняшках. Спасибо вам. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить последующее видео. А я пошел записывать дальше и радовать вас. Всем спасибо и всего доброго. Скоро увидимся.